сервисе с 9 рабочая лошадка майнера основные проблемы с которыми сталкиваются пользователи это выгорание проводов вот на этих вот 6 пиновых разъемах вот они эти разъемы соответственно из-за нарушение контакта со временем некоторые отличаются проводники вот и происходит перегрев местный проводов значит местный перегрев контактов слепания плюсовых минусовых проводников короткое замыкание в цепи блока питания соответственно если выгорает минусовой контакт раньше минус начинает тянуться вот с этого контрольного шлейфа выгорают еще и проводники минусовые в контрольном шлейфе вот такие проблемы как бы частые очень вот сам по себе с 9 надежная штука но такие моменты есть здесь вот под наклейкой снял наклейку и такая наклеечка была здесь приклеена да значит под ней вот такие вот контактные площадки есть эти контактные площадки предусмотрены для того чтобы подать питание на эту плату через винтовой разъем то есть избавиться от этих вот ненадежных элементов кто хочет получить надежность высокую можно воспользоваться такими вот контактные площадками на них просто прикрутить на винты надежные качественное питание в этом случае избавляетесь полностью от геморроя с этими шестипиновыми разъемами и косичками вот ну что возникает скажем чаще всего кроме выгорания проводников и это погода на платах из-за короткого замыкания например в цепи чипа а может прогореть вот так и несущие контакты он внутри платы которые там от видно да такие темненькие полоски вот то есть в этом случае обрыв дорожек внутри между слоями проблемно восстановить такие платы уже не ремонтопригодные соответственно ничего с ними уже не поделаешь некоторые прогары которые поверхностных проводников остановить еще можно вот ну что диагностика здесь вот есть специализированные такие контактные площадки с каждого чипа вот контролируя напряжение на них можно проверить целостность чипов оценить какой чип можно заменить соответственно чипы меняются вот эти вот тыльные стороноплаты эти радиаторы нагреваются убираются с этой стороны тоже самое на чипах нагреваешь разрушается это вот специализированный термоклей термопроводящий вот снимается легко радиатор убирается чип ставится новый чип и тоже также приклеивается вот это вот сам компонент интересный такой термоклей он становится скажем так мягким при определенной температуре затем твердеет и уже второй нагрев вызывает его разрушение соответственно второй раз уже его не не используешь такой термоклей по неисправности значит хэш-платы бы все понятно по управляющей плате управляющая плата обычный одноплатный компьютер соответственно у него те же самые элементы что в любом одноплатники тут не особо отличается тоже разбери имеется тоже ethernet контроллер процессор память вот порты вентилятора вот они здесь имеется управляющий контакт который регулирует скорость вращение вентилятора и имеется контакт с датчика вентилятора если для иммерсионного охлаждения между ними просто ставится перемычка можно убрать вентилятор поставить обманку так называемую вот но на воздухе конечно такое не рекомендуется делать большая проблема если включается вентилятор то стопроцентной вероятностью это сик погорит конкретно на воздухе они гонятся до 18 в принципе экземпляра конечно зависит многое на именно иммерсионки 2021 можно получить спокойно так что такие дела но конденсаторы иногда бывает подводят тут похуже не стоять чем на хэш-платах по качеству вот ну здесь конечно температурные режимы не те вот ну что спасибо обращайтесь на сервис будем помогать